всем привет вы на канале папа может жизнь на юге друзья думаю многие из вас слышали о главной проблеме города новороссийск это конечно же круглосуточное водоснабжение к сожалению с конца 2019 года вода подается исключительно по графику все это конечно возникло из-за пересохшего водохранилища города водохранилища небержай куда мы сейчас и приехали посмотрим покажем вам как она выглядит после сезона дождей прежде чем начнем как всегда попросим поддержать лайками балалайками подписывайтесь на канал все до сих пор не подписаны у нас интересно начинаем остановился припарковался здесь не напрасно хочу вам показать невероятные красоты которые открываются с этого карьера в принципе делал это неоднократно но такими видами можно любоваться очень и очень долго сейчас все покажу сейчас все поймете если не видели ранее оба на весь новороссийск просто как на ладони не правда ли чудо просто шедевральная картина природы ну как супер заслуживает лайка но теперь предлагаю ехать прямиком к небержаю если нам посчастливится то на обратном пути мы полюбуемся этими красотами на фоне заката солнца смотрите до конца проехали небольшую речушку в принципе на машине проехали ну глубина наверно сантиметров 20-30 здесь если ехать по одному краю но остановился здесь не напрасно повторюсь что делал обзоры озера небержай два раза уже первый раз по моему прошлой весной как раз таки когда озеро более или менее еще процентов на 40 было заполнено и когда приезжал сюда осенью ну просто жесточайшее состояние я не знаю как это описать для тех кто не видел ранее ну просто какая-то лужа была они водохранилища так вот и вот эта самая речушка которая является одним из наполнителей небержая она была просто пересохшая можно было пройти вброд даже не намочив ноги по камням ну как видите сегодня пройти и не намочившись будет просто нереально это конечно не может не радовать но двигаемся дальше к водохранилищу до него осталось примерно метров 300 400 отсюда заехали переехали и я я зер гуд кенска волос друзья вот она водохранилища в том состоянии в каком и должно быть большая вода пришла наконец-таки более она даже по маленьким ручейкам канавкам поступает и в данный момент сейчас прогуляемся кто узнал эти леса кто смотрел на ранний обзорщик наверняка обратили внимание сквозь эту гущу леса я пробирался пешком но глубина здесь примерно метра два а вообще в целом когда приезжал сюда прошлой осенью озеро начиналось но очень даже далеко отсюда но боюсь что отсюда его и не видно даже было раньше увидев столько воды сразу настроение поднялось но прежде чем прогуляемся вокруг всего озера предлагаю прерваться на небольшую рекламную паузу через пару часов чтения со смартфона глаза устают слезятся начинает болеть голова а вот от электронных книг пакетбук неприятных ощущений в глазах не возникает и голова не болит и зрение не портится ридеры пакетбуки совершенно безопасны для зрения они не мерцают в отличие от смартфонов и не напрягают глаза подсветка пакетбуков не бьет глаза а подсвечивает экран сбоку а еще экран ридера не бликует даже на ярком солнце в отличие от того же смартфона с пакетбуков можно читать часами напролет без всякого вреда для зрения пакетбук не нужно заряжать ежедневно как смартфон заряда батарей хватает на два месяца работы пакетбуки aqua не боятся воды их можно мыть под краном читать в ванне или на пляже лежа прям волнах прибоя а еще есть цветные пакетбуки 2020 года настоящая революция в мире ридеров первые в мире и в россии читалки с цветным экраном яинка лейда для чтения книжек с картинками выгоднее всего заказывать пакетбуки на официальном сайте pocketbook.ru тогда будет гарантия 3 года бесплатная доставка по россии оплата только при получении заказа пакетбуки стоят от 7000 рублей заказать этот товар вы можете используя ссылку которую найдете в описании под этим видео двигаемся дальше вот здесь не вспоминается мы ловили рыбу когда приезжал лет пять назад ну озеро на самом деле тогда побольше было где-то мы так чагирями здесь пробирали всего метр была дорожка получается что ну я могу смело сказать что процентов на 80 наполнено не держа сегодня водохранилища какие-то уточки полетели там не знаю осталось ли водиться щука здесь сегодня но приезжая когда андрюха был маленький нара года 23 было как раз там на дамбе ловили щуку поймали и меня щука укусила до крови с тех пор у андрея паническая реакция при виде этой рыбы не держа и по сравнению с прошлой осенью просто не узнать конечно но если найду обязательно ставлю пару вставочек с того времени года немного весеннего настроения распустились какие-то цветочки не знаю их название ботаническое ландыша может колокольчики кто его знает ну кто знает обязательно отпишитесь комментариях смотря некоторые федеральные каналы так например по моему как раз таки на первом канале показывали рассказывали делали сюжет про не биржаевского водохранилища у его проблемах и говорили чтобы она наполнилась как и раньше начала полноценно функционировать нужно чтобы прошло три снежные зимы но на мое удивление прошедшая зима по праву можно сказать было снежная также последние две недели у нас слили дожди ну прям не переставая каждый день ну вот вот вам результат я не знаю если еще две зимы такие пройдут она явно переполнится так что что-то там перегнули на первом канале прокатимся теперь посмотрим на не биржаи с другой стороны проходим неплохое местечко чтобы пожарить шашлычки но не знаю насколько это будет все законно слышал про новые поправки в закон который уже вступили что теперь заезжать на машине совсем близко к водоохранной зоне нельзя мало того что штраф выпишут еще и могут изъять ваше транспортное средство навсегда конечно изъять не знаю насколько это правда но читал с разных источников с разных статей ну и также нельзя совсем близко у берега моря шашлыки жарить здесь вроде бы не прямо у берега то есть там я насколько понял не расписывается сколько метров от водоохранной зоны можно это делать ну что поднялись до машины переезжаем вот та самая речушка которую показывал самом начале видео и вот так она выглядит непосредственно перед попаданием не биржаи скажу можно так сказать горная река ну и конечно пользуясь случаем расскажу вам немного истории водоснабжения новороссийска а вы знали что большая вода пришла в новороссийск только в 70-х годах что раньше воду в город доставляли по морю с момента основания население новороссийска постепенно росло и соответственно рос спрос на воду девятнадцатом веке воду горожанам подвозили железной дорогой из верхней баканского и пенайской щели и в 1888 году впервые подняли вопрос строительства городского водопровода ну так как артезианской скважины не нашли пришлось бурить штольню в ущелье маркхотского хребта протяженностью 800 метров но и это не решило проблему горожане продолжали добывать воду из колодцев с установлением советской власти проблема водоснабжения была вновь поднята и в 1923 году власти дали добро на строительство пенайского водопровода однако вот 24 километрового водовода не решил проблему городского водоснабжения предприятия новороссийска по-прежнему доставляли воду для своих нужд морем или железной дорогой да и в домах не всех горожан было постоянное водоснабжение военные годы когда начались бои за новороссийск советские бойцы вывели из строя цемесскую насосную скважину и перекрыли пенайский водопровод так что немецко-фашистские захватчики остались городе без воды при отступлении гитлеровские войска взорвали сооружение цемесского водовода и вновь город остался без воды послевоенное время были предприняты попытки протянуть водовод в город но не все они были успешными 1958 году закончилось строительство второго пенайского водовода а в 1959 году была пущена первая очередь небержаевского водопровода но и этого было недостаточно горожанам по-прежнему подвозили воду бочками весной 1969 года началось строительство шестидесяти семи километрового водовода из троицкого водохранилища большая вода пришла в новороссийск ноябре 1971 года по этому случаю горожане даже вышли на общегородской митинг а после запуска второй очереди троицкого водовода проблема с водой практически решилась но счастье было недолгим 90-х годах настеление города резко выросла из-за чего воды снова стало не хватать с этой стороны прошлой осенью но не просто машины заезжали оскапливались целые пробки подъезжали максимально близко к воде на машинах на мотоциклах расстилали палатки в общем сегодня так нельзя будет осуществить как я сказал самом начале видео последние проблемы водоснабжения новороссийска начались ноября 2019 года я как местный новороссийц это подтверждаю потому что писали в комментариях что да нет ты врешь вот я живу у меня и до этого было по графику вода возможно в каких-то отдаленных частях города где-нибудь на горе на мефодиевке в приморском районе где-нибудь на горе не знаю утверждать не буду но говоря про южный район где у меня живут большинство родственников дедушки бабушки мамы папы во всех микрорайонах 3 7 10 9 14 везде была всегда круглосуточная вода единственное исключение середина 11 года по середину 12 года была такая же проблема тоже за из-за пересохшего водохранилища небержай была вода по графику и кстати наполнилась она очень даже внезапно 7 июля 2012 год думаю многие запомнили эту дату в результате переполнения небержайского водохранилища затопило близлежащие населенные пункты город крымск и верхний баканский поселок много тогда жертв было конечно по официальным данным только там сотнями исчислялось но по нефициальным тысячами так вот после этого даже после этого сразу водоснабжение не возобновили там через месяц через два примерно ткачев сказал бывший губернатор краснодарского края что мы теперь в бухали кучу ярдов денег провели троицкий водопровод теперь часть города питается с варнавского водохранилища и теперь эта проблема решена навсегда теперь в общем всегда будет круглосуточная вода ну как видим все таки решили но не до конца эту проблему надеюсь больше данная проблема не повторится увидел интересную надпись табличку на которую просто не могу не обратить внимание читайте сами кто солидарен со свиньей присоединяйтесь море море вот здесь мы с андрюхой ловили тогда рыбу щуку про которую рассказывал и с этой стороны озеро небержай водохранилища даже переполнилась посмотрите на эту сторону сколько воды переводилось чувствую щука тут должна точно водиться сегодня да андрюха смотри кищу че места ну и также хочется рассказать про еще одну проблему прочитал некоторых пабликах новороссийских в instagram telegram так вот помимо водоснабжения все еще существует такая проблема как водоотведения за последние лет 10 частности южный район нара вырос в два раза то и более были построены крупные жилые комплексы это не какие-то пятиэтажные дома по-настоящему 20-25 этажные очистные сооружения остались старые то есть если сейчас дадут круглосуточную воду то не будут справляться очистные сооружения не знаю насколько это правда но надо почитать материал если что-то найдет копаю напишу в описании под этим видео будем надеяться что это все-таки миф и у нас прекрасное очистные сооружения и будут они справляться с любым потоком воды иначе но такую проблему надо было решать пока не было воды пришла большая вода теперь будем думать о другой проблеме надеюсь все таки администратор отца города позаботилась об этом ну что андрюха еще прогуляемся немного вот здесь отчетливо видно какой уровень воды был раньше по этим корням на деревьях то есть еще примерно на метр может быть метр двадцать озеро вполне может приподняться у нас впереди еще дожди по прогнозам еще неделька такая дождливая будет поэтому поживем увидим может быть даже и переполнятся уже в этом году солнце близится к закату но не будем медлить поедем в обратную сторону в сторону карьера хочется все-таки сделать вам небольшую релактовую вставочку полюбоваться новороссийском с высоты птичьего полета на фоне заката солнца двигаемся сожалению не успели на сам закат солнца но все равно отчетливо видно как воздвигается новороссийского всей своей красе ну и на этой эпичной ноте предлагаем закончить сегодняшнюю прогулку надеемся как всегда она была полезной интересной а сегодня еще и познавательной если это действительно так не забудьте поддержать лайками балалайками если до сих пор этого не сделали пишите комментарии задавайте вопросы подписывайтесь на канал в колокольте колокольчик мы до новых встреч всех обняли приподняли поставили увидимся пока пока